Всем добрый день! Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Олеся. Сегодня готовлю вот такое вот восхитительное итальянское печенье. Присоединяйтесь. Просеяла уже муку 270 грамм. Добавляю все сухие продукты. 75 грамм сахарной пудры, щепотку соли, 10 грамм ванильного сахара, 2 чайные ложечки разрыхлителя, крахмал. Я беру кукурузный, в этом печенье можно использовать и картофельный 25 грамм. Все просто соединяю, перемешиваю до объединения компонентов и добавляю нарезанное охлажденное сливочное масло, 100 грамм. Рублю вот таким вот специальным ножом. Вы можете не нарезать масло, а просто взять охлажденный кусочек масла и натереть его на терке и потом порубить ножом, как вам больше нравится. Все перемешала в крошку и добавляю одно яйцо. Тоже слегка перемешиваю. Вот такая вот влажная крошка уже сейчас получилась. И в самую последнюю очередь добавляем сливки. У меня 20% жирности. Я добавляю для начала 30 грамм и буду смотреть. Сливками регулируйте, чтобы тесто было не сухое, собралось хорошо в ком. Возможно, вам потребуется чуть-чуть больше сливок, либо потребуется добавить немного муки. Смотрите по консистенции. Регулируйте все в конце структуру теста сливками. Это особенность этого печенья, что в него добавляется в обычную такую классическую, можно сказать, песочную основу, песочное тесто, добавляются сливки. Это дает ему такой восхитительный ванильно-сливочный вкус. Я думаю, все видели пакетики этого печенья, которые продаются в магазине от фирмы Мулина. Оно называется Мачины или как-то так. По-итальянски не могу правильно произнести. Но все видели эти круглые печеньки. Они очень вкусные и из магазина, а тем более домашние. Поэтому попробуйте. Тесто обязательно охладите перед раскаткой. Я поставила в морозилку на 15 минут. Вот так хорошо у меня тесто охладилось. Теперь подпыляю рабочую поверхность мукой и раскатываю. Не слишком тонко, но и не толсто. Примерно где-то 0,5-0,6 см. Беру форму. 5 см в диаметре. И вот такую вот насадку для того, чтобы вырезать серединку. Это печенье имеет такой характерный вид с круглым отверстием посрединке. Формирую печенье. Нарезаю вот такие вот кружочки. Посмотрите уже сейчас, какие красивые печеньки. Выкладываю на лист, застеленный пекарской бумагой. Разогрейте к этому времени духовку на 200 градусов. Печенье выкладываем на небольшом расстоянии друг от друга. И выпекаем при 200 градусах до золотистого цвета. Не перепекайте. Лучше печенье, чтобы осталось светленькое. Выпекалось в моей духовке. Первая партия примерно 13 минут. Вторая партия примерно 15 минут. Ориентируйтесь по своей духовке, как я всегда говорю. Перекладываю готовое печенье на решетку до полного охлаждения. Посмотрите, какое печенье замечательное получается. Может храниться достаточно долго в жестяной коробке, которая плотно закрывается до месяца. Где-то в прохладном месте. Оно напоминает песочное, но не такое рассыпчатое. Очень вкусное именно на вкус. Такой ванильный легкий аромат. В меру сладкое. Вот сочетание сливок и сливочного масла. Ярко выраженный сливочный аромат. Приготовьте, попробуйте. Я думаю, к праздникам будет тоже отличный вариант. Заходите в плейлист Праздничная рождественская выпечка. Там вы найдете еще много самых разных вариантов вкусной праздничной выпечки. А я с вами прощаюсь. Счастливых вам праздников. До скорой встречи в следующем году.